вот так надо помогать близким запомнили или нет одно и то же много раз вам уже говорил я приводил вам много примеров из своей жизни такую историю приводил что мои родственники ехали на машине я почувствовал что они сейчас должны погибнуть я начал молиться и потом узнал что они ну разъехались в секунду с камазом а он как бы они с полосы съезжали он туда же шел со встречки в лоб как бы им ехал и они улетели в кювет и все равно машина не не перевернулась не разбилась стала на 4 колеса и поехала понимаете то есть это благодаря молитве такие вещи происходят поэтому вы не беспокойтесь о том что будет с родственниками свято живите чисто вы станете для них ангелами-хранителями когда вы уйдете на высшие планеты живя как святой человек то все ваши родственники получат ангела-хранителя себе в жизни вы будете охранять всю свою родню на много поколений назад а если вы отправитесь духовный мир то веды говорят тут ушел духовный мир он дает освобождение от материального плена 12 поколениям до себя которые жили до этого 12 поколений он уже 12 поколений представить даже глаза не видел и не знал кто там жил может там у него какой-то слове разбойник был 12 поколение тоже получит освобождение его родственник бывший и 12 поколений после получают освобождение которые даже еще вообще не знаю кто там родится может быть василиса премудра какие души приходят вследствие эко эко бывает разным если вы у вас трубы перелезаны не можете зачать только с помощью эко можете зачать значит надо начинать с помощью эко но читать молитву постоянно молиться 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 и во время зачатия молиться какая душа придет возвышенная возвышенная душа не надо думать что вот эко там холодненькая классно на чем остановитесь не беспокойтесь об этом эко же тоже бог начинает или в этом и зачали с помощью эко бог зачатие производит поэтому не беспокойся но мой опыт показывает что эко само зачатие не делает потому что если человек так не мог зачать то он из эко не зачнет потому что есть нарушение в матке обычно гормональных функциях нужно очистить организм сначала побыть на природе походить по сырой земле папа поститься помолиться покупаться в воде женщинам хорошо когда энергия воды и земли соприкасаются они с ней больше овощей сырых кушать овощные соки пить очистить организм почувствовать себя покрепче как женщинцы либо от пособлюдать какое-то время мужчинам корешки пить корешки заниматься спортом активно гантели там всякие тоже свежий воздух солнце купание бег спортивные мероприятия всякие и есть корни такие корень джиншеня корень золотой корень корень барбариса они увеличивают возможность потенцию силу как бы мужскую увеличу сперматозоидах но сперматозоиды тоже это вид потенции определен вы понимаете потенцию по-своему а я понимаю по своим потому что потенция означает способность зачать они способны наслаждаться понимаете то есть сила сперматозоидов возрастает еще от целебата от целебата не часто присылают фотографии те кто не может зачать я смотрю они все истощены вот эти люди человек не может зачать и они сексом занимаются до потери пульсов но чем чаще тем больше вероятности да это не же спорт не спорт лото морская гребля на бардарках и каноэ понимаете как вы поймите как вы в это зачатие это не его га понимаете это не морская гребля на бардарках и каноэ надо целебат соблюдать чтоб сила семени возрастала раньше мудрецы были знаете какие были случаи ведической культуре что человек просто семья свою женщине давал семья дает ей свое и она помещает флона и тут же зачатие происходит тут же зачатие понимаете происходит чуть ли не от дуновение ветерка от этого мужчины зачатие происходит ветерок подул от мужчины и все и защила защила сразу если сила большая отец моей мамы едва ее брата ушли из жизни по своей воле как это отражается на моей судьбе и судьбе моих детей можно ли нейтрализовать последствия поступка отражается так что вам тяжело становится от этого поступка вы же с них связаны они в телах привидение живут для чего это все произошло чтобы вы начали молиться богу для чего это всеwohl чтоб они начали молить потому что они поживут телах привидений до того момента когда они должны по карме у кис из мира из этой жизни пока они не уйдут по карме из этого мира не в тонких телах будут жить их и всех мучить ходить родственников неродственников как привидения будут жить. Надо за них молиться. Точнее, пожалуйста, как понять слово «непреодолимая карма». Например, человек болен раком. Но карму, вызывающую это заболевание, он отрабатывает в конце жизни, оставляя тело. Так значит, непреодолимой кармы нет. Вот сама смерть — это и есть непреодолимая карма. Что человеку надо оставить тело, и это и есть непреодолимая карма. Бывает, что непреодолимая карма, что семья разрушается, человек не возвращается назад. Как не молишься, как не зовёшь его, что не делаешь, не возвращается. Непреодолимая карма. Невозможно вернуть назад. Непреодолимая карма, значит. Такое бывает. Сразу не поймёшь, преодолимая, непреодолимая. Надо прилагать все усилия, пробовать, чтобы нормально всё было. В том, если чувствуешь, что ничего не получается. Пошло, 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 пошло. Хорошо. Холодненько. Я лучше внутрь. Салфетка не так пить сильно хочет, как я. А мне нормально, с потом тоже хорошо, я вытираю же. Вот поэтому на площади не готовят, потому что много подсказчиков. Ладно, поехали дальше. Итак. Расскажу вам случай один. У меня в Индии лечился один возвышенный человек, он всю жизнь прожил в святом месте. Ну и в общем был как духовный учитель, такой высокий статус у него был. Хоть он учеников не брал, но он был очень возвышенным человеком. И у него был рак кровеносной системы, рак крови, рак флегматических узлов. И они очень метастазировали быстро по всему телу. И когда его дочка попросила меня помочь ему, он уже лежал обездвиженный, он почти ничего не соображал. И у него два метастаза были в головном мозге уже, рака. И по всему телу еще штук 15. Вот. Но я говорю, я, ну, маловероятно, что я могу помочь. Она говорит, пожалуйста, делайте все, что можете. И я пошел по Майпуру искать кору, которая ему подходит. Искал, искал, искал. Нашел, наконец-то, ту конституцию дерева, которая влияет как раз на эти каналы. И начал ставить эту кору. И за две недели у него рассосались метастазы в голове. Они как быстро росли, так и быстро рассасывались. И потом один за другим у него почти все метастазы в организме рассосались. Но одновременно он терял силы. Так как шла борьба сильная, то есть организм начал сражаться. Он терял силы с каждым день все больше и больше. Хоть он уже начал ходить и кушать, и понимать все. В какой-то момент он уже не смог носить кору. Он только одевал, ему плохо становилось сразу. Он ее снял и начал молиться Богу. Потом позвал меня, такой уже счастливый. Я говорю, что ты какой-то радостный. Он говорит, я понял, Господь мне сказал, что Он хочет меня забрать. Я тебе очень благодарен за то, что ты дал мне возможность составлять тело в ясном сознании. Он был такой бодренький, но он мне сказал, что он собирается составлять тело. Что Бог ему дал такой знак. И он начал молиться. И на третий день от этого дня, когда я узнал об этом, он в полном ясном сознании под воспевание святых имен в его комнате. В это время находилось порядка 20 человек. Все молились, воспевали имена Бога. Он с улыбкой на лице наставил этот мир. Ушел в духовный мир. Это была непреодолимая карма. Но это была хорошая карма или плохая карма? Это была духовная карма. Это была не карма уже, это была его свобода выбора. Он выполнил, сдал свои экзамены. Сдал все экзамены на пятерку. И ушел в духовный мир, где нет страданий. А мы будем еще здесь непонятно сколько кувыркаться. Хоть он вроде бы и раком болел, не повезло мужику, да? А может быть и повезло, кто его знает. Поэтому мы не знаем, что хорошо, что плохо. Веды говорят, что любая трудность, которая в человеке в жизни возникает, является для него или благословением, если он примет эту трудность, или проклятием, если он не примет. Например, ноги перерезало, человек стал инвалидом. Если человек принимает эту судьбу, то он интенсивно начинает заниматься духовной практикой, потому что он уже не может наслаждаться, как все остальные люди. Ему приходится жить в аскезе. И в результате он становится очень возвышенным человеком. Так? Но если бы он не перерезал ноги, он бы не стал возвышенным человеком. Или раком человек заболел, начал предаваться Богу, служить Богу. То же самое, понимаете, если бы просто жил, не был. Вот если бы у вас не было трудностей в жизни, вы бы сюда не приехали. Вы бы жили просто... А? Почему я так думаю, я знаю. Почему так? Потому что... Я вам сейчас объясню. Веда говорится, что в жизни человека есть две полосы. Одна полоса отдыха от трудностей, от экзаменов. А другая полоса экзаменов. И когда человек живет в полосе отдыха от экзаменов, он просто расслаблен. Он балдеет в жизни просто. Расслаблен ему хорошо. Все, проблем нет. И он никогда в таком состоянии не будет предаваться Богу. И поэтому по факту настоящая жизнь начинается тогда, когда начинаются трудности. Потому что в это время человек хочет молиться, он хочет победить трудности. Мы настолько ленивые душой, все на этой земле, не только вы, почти все на этой земле, мы настолько ленивые душой, что только когда трудности возникают по факту, мы тогда начинаем настоящую жизнь. Поэтому веды говорят, что настоящая жизнь у человека — это та жизнь, когда идут трудности. Хоть и ему не хочется этого, он со всей силы бодается. И когда люди звонят друг к другу, они говорят, как дела? Хорошо. А у тебя как? И у меня хорошо. Это означает, что мы ещё не живём, мы просто спим. Что на самом деле хорошо означает, что пока жизнь не началась, пока мы просто спим, мы ждём, когда по башке дадут. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Все знают эту пословицу, да? Ну то есть идея в чём заключается? В том, что пока трудности не начинаются, человек не будет жить нормальной жизнью. Нужны трудности. Поэтому и была такая царица возвышенная, царица Кунти, она молилась Богу каждый день. Господь, пожалуйста, пошли мне трудности, чтоб я никогда не забывал о тебе. Без трудностей я почему-то тебя начинаю забывать. Такая разумная женщина. И у неё много трудностей в жизни было, но она всегда была счастлива. Но мы с вами ленивые, вы мне все вопросы задаёте, Олег Геннадьевич, когда у меня в жизни всё будет хорошо? Когда я буду спокойно лежать на заваленке? Радоваться жизни. Ездить на курорты. Отдыхать там. И мне будут по барабану ваши лекции. И так будет всё хорошо. Смотрите, записки делятся на две категории. Первая категория. Олег Геннадьевич, когда мне будет лучше? Эти записки пишут люди, которые не готовы быть счастливыми пока ещё. Больше не надо, я то, наверное, забопьюсь. Точно надо. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Ладно, не обращайте внимания, это я шучу. Возьмите эти стаканчики, они уже... Что-то уже это... Много стаканчиков вот на проблении. А я в Россию домой хочу. Что делать, если, когда есть желание, мечта любить и заботиться о мужчине, а его нет? Работаю над собой, отрабатываю женские качества. И снилось все остальные аспекты моей жизни в положительную сторону. Но этот аспект личной жизни не приходит. Остаётся уже как шесть лет без изменений. Многократно пробовала знакомиться в интернете. Иногда посещаю дискотеки, регулярно принимаю участие в ведических мероприятиях, семинарах. Ещё контакт с единомышленностями. Но подходящего мужчины ещё не встретишь. Всё понятно тогда. Нет, я не ищу идеального человека, Олег Геннадьевич. Ничего вам не понятно. Знаю, что такого не существует. Конечно, тот факт, что у меня ребёнок усложняет немного ситуацию, но где-то не преграда. Какой бы совет мне дали? Может ли астролог разъяснить сложившуюся ситуацию? Вот какой астролог. Некоторые говорят, не выйдет замуж. Следующая. Такие астрологи тоже бывают. Или мне суждено оставаться без мужчины после неблагополучного и короткого брака и юной годы? Ну, кто написал? Где красавица-то такая? Стесняется, ладно. Нет, я стесняюсь. Винам ваталия. Винам ваталия. Вы в прошлой жизни занимались духовной практикой серьёзно и были в отречённом укладе жизни. И в этой жизни, ну, как бы, Бог вам не даёт поблажек никаких. Он к вам очень строго относится и хочет, чтобы вы больше молились. По факту, я вижу так ситуацию, что есть два момента, которые вам надо сдать, два экзамена. Но, как бы, здесь или нет, речь не идёт о развитии женских качеств. Это вам не поможет особенно. Есть два экзамена, которые вы должны знать, сдать. Первый экзамен – это то, что вы должны так погрузиться в молитву, в духовную жизнь, чтобы ваше замужество уже не мешало духовной жизни. То есть вы не должны, должны стать крепкой в духовной жизни, чтобы брак не разрушил вашу духовную жизнь. То есть это первое, что вам надо сделать. И тогда уже снисхождение вам пойдёт уже сверху. И второе, что я вижу, это то, что вы должны очистить своё существование, стать возвышенным человеком. И в вашей жизни есть только один шанс для вас выйти замуж. Это возвышенные отношения в семейной жизни. По-моему, даже этот первый брак был такой очень возвышенный. Вы общались на духовной теме. Итак, так? Первое отношение? Нет. Ну вот я так вижу, что вам был положен такой возвышенный человек, такой возвышенный духовный человек. Вы пока не дотягиваете до такого человека. Вам надо больше заниматься духовной практикой, погружаться в духовную жизнь. Я не вижу такого, чтобы вы остались одна в этой жизни. Такого не вижу. Наоборот, я вижу, что вы выйдете замуж вот за такого человека серьёзного в духовной плане. Но он не будет такой, чтобы там денежки зарабатывать, детей размножать сильно. Там домик в деревне, квартирка, там домик, машинка, денежки, детки, пелёнки, распашонки. Будут более серьёзные, у вас будут возвышенные духовные отношения. Вот так решается. Ездить не поможет по фестивалям, надо внутри вопросы решить. Потому что у вас особая милость Бога есть, вы не можете бросить духовную жизнь. Так как вы не можете, вы уже много туда вложили сил. Вам надо так заниматься духовной практикой, чтобы сдать экзамен вот этот внутренний. Что для вас муж не важнее, чем Бог. Сейчас для вас муж важнее, чем Бог. Когда Бог станет важнее, чем муж, Бог вам даст мужа. Как можно помочь мужу в преодолении им зависимости от вина? Умом он свою зависимость признаёт. Видите, это уже в первой стадии помощи. Наверное, до разума ещё не дошло. Если прекратить не может. Можно ли использовать янтру от алкоголя? Со знаками на санскрите, которые нужно омывать водой и давать эту воду зависимому. Трах тебе дах, трах тебе дах, трах тебе дах. Пей. Не буду. Пей, сказала. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Видите, вы какие шустрые. Вы хотите как карму отработать? С помощью махинаций. Жик-жик смахинировала, повесила мантрочку, зарядила что-то, пошептала. Чук-чук-чук-чук-чук. Пух. Буль-буль-буль-буль-буль. Оп. Всё. Не пьёт. Потом раз так. Не курит. Ответ хотите, да, от меня? Сейчас скажу. Олег Геннадьевич, когда я буду счастлива? Потому что, смотрите, идея это в чём заключается. Почему вы хотите, чтобы он бросил пить? А потому что вам тяжело жить с пьяницей. Не то, чтобы вы сильно беспокоитесь о нём. Скорее наоборот. Вы скорее беспокоитесь о своей счастливой или несчастной судьбе. И это очень корыстно на самом деле. Поэтому люди так часто очень сильно беспокоятся о том, что близкий человек пьёт там или ещё что-то. Они о близком человеке вообще не беспокоятся. Они обеспокоятся только о себе. И так как они беспокоятся о себе, потому что ничего не меняется. Если я заботюсь о здоровье того пьяного человека, то есть это мой муж или мои родители, или мои дети, Я заботюсь о его мужу. Это здоровье, он пьёт. И пьёт без меры. Вы сейчас говорите с гневом. Да, потому что... Потому что это раздражает вас. Потому что вы испытываете страдания от того, что он пьёт. И поэтому вы говорите с гневом сейчас мне это всё. Это означает, что вы не отработали свою карму. Гнев означает указывать на то, что вы сами пили в прошлой жизни. Видите, вот это слово «чего» указывает на то, что это правда. Потому что если бы вы не пили, вы бы спокойно восприняли, ну какой-то очкарик что-то говорит, какая мне разница. Когда ситуация действительно тяжёлая, внутренняя всегда больно слышать. Всегда больно слышать. Как бы вы хотели услышать от меня, какой ответ сейчас? Давайте я вам скажу, что он пьёт, потому что он плохой, а вы хорошие. Вам понравится такой ответ? А какой вы хотите? Жизнь непростая штука. Она очень больная. Она очень даёт много боли. Вот видите, я тоже пил в прошлой жизни. Чего? Опять чего? Я тоже пил в прошлой жизни, потому что, видите, эта карма, она меня преследует всю жизнь. Всю мою жизнь преследует пьянство. Я очень сильно страдал от пьянства в своей жизни, но не от своего. И я в какой-то момент понял, что я был пьяницей в одной из прошлых жизней, жутким пьяницей. И за это сейчас страдаю. И мои страдания от пьянства, вы отдыхаете по сравнению с тем, что я перенёс от пьянства своего в прошлой жизни. Это вам так кажется, потому что вы не знаете. Сейчас я вам расскажу про свою судьбу. Мой отец бил мать всю жизнь. И я жил в жутких страданиях с детства. Моя бабушка и продолжал даже бить мою мать и пить, когда я ушёл от них. Я тоже страдал даже, будучи, не живя уже с семьёй. Моя бабушка умерла от алкологолизма по матери. Её убили на собственном крыльце в состоянии глубокого опьянения. Мой дедушка по отцу погиб от рака желудка от пьянства. Бабушка по отцу замёрзла в пьяном виде, не доползла зимой до дома. Родной брат отца, которым наиболее близок из его братьев был, у него был ещё один брат, но не были три брата. Родной брат отца умер в молодом возрасте от пьянства. Спился, оставив семью без отца. Когда я должен выполнять свой долг и сказать человеку с правду, с любовью, я попытался сказать правду человеку с любовью, что из-за пьянства в прошлой жизни этот человек сейчас получил мужа-пьяницу из-за того, что у меня нет силы это сказать. Поэтому эта женщина мне не поверила. Почему у меня нет силы? Потому что я сам в одной из прошлой жизни был пьяниц. Потому что если бы так не было, у меня бы не было столько родственников пьяницы, столько бы смертей вокруг меня. Поэтому, видите, у меня нет силы вам помочь. Наверное, вам нужно обратиться к кому-то другому за помощью. Если бы у меня была сила, вы бы поняли. Потому что слова всегда показывают истину. Если я что-то говорю, значит я это вижу. Я вижу вас в прошлой жизни. Ну вы бросили пить в концу жизни, в прошлой жизни. Мы очень сильно пили в мужском теле, наконец. Очень трудно принять правду, когда ее не знаешь. И особенно, когда ты даже не догадываешься, что с тобой это возможно. Судьба интересным образом действует. Смотрите. Женское тело предназначено часто для отработки кармии в мужской жизни. Потому что женщина, она пассивна по природе. И она с рождения получает хорошие качества для того, чтобы хранить род. Поэтому женщина не склонна к вредным привычкам, по факту. С другой стороны, если женщина пила в прошлой жизни, то она отрабатывает эту карму пьянства. Не через свое рождение, а через своего мужа. Наши родственники указывают на нашу судьбу. Поэтому надо это признать. Если мы это не признаем, значит, не будет никаких шансов отработать карму. Потому что вот это настроение, что я хороший, а он плохой, указывает на то, что никогда не победишь судьбу. Победа над судьбой приходит тогда, когда человек признает, что мой родственник хороший человек. И то, что он пьет, ничего страшного. Это нормально. Это плохо, конечно, то, что он пьет. Но я принимаю это. Я принимаю его пьяным. Я принимаю свою жизнь таким, какой он есть. Это принятие происходит через молитву. Когда человек молится, отношение со святостью устанавливает, то постепенно вот это принятие приходит. Когда я принимаю, вот я вас принимаю такой, как вы есть. Вы со мной не согласны, но я вас принимаю. Я вас принимаю такой, какая вы есть. Мне больно, конечно, что человек слушает меня здесь и не принимает то, что я говорю. Но я все равно вас принимаю. Когда ты принял человека, принимаешь человека, то он начинает задумываться. Если не принимаешь, не задумывайся Почему? Потому что принятие означает С помощью любви отработка кармы То есть я должен сейчас словами отработать вашу карму Я должен ваше сердце дать знание Которое вам поможет потом спастись от этой тяжелой судьбы И знание таково, что Когда человек с любовью принимает другого человека Его судьбу, его поступки принимает в свою жизнь Это возможно только с помощью, когда есть сердце святости Да, сердце эталон святости Когда я принимаю близкого человека таким, какой он есть То близкий человек расслабляется рядом со мной Он перестает бороться за свое право жить, как он хочет Он расслабляется и тут же включается совесть его психики И слишком много которых можно принять Ну я говорю о вашем близком человеке сейчас Ну хорошо, значит надо много принять По одному, по очереди Почему нет, сидите, сидите, все нормально Вы же мне не мешаете, я пытаюсь вам помочь А вы думаете, что я вас хочу пересилить Доказать вам что-то, да? Вы думаете, что вы пришли просто на лекцию Хотите послушать, как сделать А ведическая культура это не лекции Это жизнь Я вот сейчас с вами живу жизнь определенную Переживаю жизнь вместе с вами Не надо, не надо, ничего говорить Не надо, не надо, ничего говорить Я ничего никому не доказываю сейчас Не хочу доказывать Я хочу, чтобы эта женщина просто была счастлива И все Мне тяжело, очень больно внутри, в сердце Мне отец сказал мне в молодости Ты, говорит, тебе не нравится, что я пью Но ты, говорит, сам, когда вырастешь, будешь такой же пьяницей, как я Потому что, говорит, все становятся пьяницами И ты станешь Я хочу вам кое-что рассказать важное Давайте уйдем от этого вопроса по поводу выпивания Есть такой человек Жданов Владимир Георгиевич Он обладает такой силой Что все, кто слушает его лекции Они наполняются энергией Дающей возможность освободиться от пьянства родственникам Человек просто начинает слушать его лекции И родственники бросают пить Жданов Владимир Георгиевич Он всю жизнь борется с пьянством в России И он организовал такой большой проект При благословении президента страны Это было два года, три года назад Организовал проект, называется «Общее дело» То есть, потому что страна спивается, Россия И он читает лекции И люди, которые слушают, они бросают пить сами И их родственники бросают пить Могущественной силой обладает человек Не объясняет законов кармы, ничего Просто говорит о пьянстве, обо всем этом И люди бросают пить